Здравствуйте! В эфире программа бренды Верхневолжья. Место, где останавливался Петр Первый, ужинал Сергей Есенин. А сегодня здесь находится один из самых первых советских кинотеатров. В этом году звезде исполняется 80 лет. Давайте попробуем вспомнить самые знаковые и яркие моменты из истории этого места. На набережной Волги, где сейчас стоит кинотеатр, до Екатерининской застройки находилась площадь с различными хозяйственными постройками, которая вела к Тверскому Кремлю. А в начале 18 века проездом здесь нередко бывает Петр Первый. На основе семейных преданий тверских купцов до наших дней дошли следующие сведения. Когда здесь появился Петр Первый и стал выстраивать Петербург, ему необходим был на плавной мост. Как раз вот с этой там и точки, куда спуск идет от кинотеатра к воде, он делает на плавной мост и появляется домик Петра Первого. Вариант деревянного домика. Когда в 19 веке обустраиваются общественные дворцовые сады, здесь строится ресторан Кукушка и быстро становится популярным местом в городе. По воспоминаниям журналиста Евгения Шарова 9 июня 1924 года, после выступления в Твери Сергея Есенина, поэт был приглашен на ужин в ресторан Кукушка. Согласно фотооткрыткам начала 20 века, двухэтажное деревянное здание ресторана находилось на набережной, предположительно на этом месте. А в 1937 году возводится кинотеатр «Звезда» в стиле постконструктивизма. Надо сказать, что это одно из первых советских зданий, спроектированных именно под кинотеатр, поскольку в то время показы в стране шли, как правило, в клубах или домах культуры. Автор «Звезды» знаменитый архитектор Виктор Калмыков. По его проектам в довоенные годы построено 50 кинотеатров. Про наш кинотеатр есть много-много легенд, одна из которых, что он должен был располагаться где-то в Ташкенте, что, возможно, мы перепутали конверты и установили его не на том самом месте. Связано это как раз было с тем, что Калмыков является уроженцем Ташкента, и восточные мотивы были практически во всех его зданиях. Аналогичные по проекту «Звезды» кинотеатры также построены в Москве, Мурманске, Смоленске и Симферополе. Но у каждого издания есть свои неповторимые архитектурные элементы, которые создают оригинальный ансамбль. Формы Тверского взяты из архитектуры ранней готики, но только переосмыслены, поэтому в чем-то «Звезда» напоминает католический собор. Но есть и другие версии. Первая версия, что он напоминает бинокль, это действительно просматривается. Ну и вторая версия, что он напоминает трактор первой пятилетки, дескать, делался в 30-е годы, когда мы развивали сельское хозяйство. Если обходить кинотеатр наш со всех сторон, то где-то эти элементы и трактора, и бинокли будут просматриваться. В этом выражается гений Виктора Калмыкова, что по прошествии уже 80 лет кинотеатр до сих пор задает эти вопросы, а что же он имел в виду. В военные годы «Звездочка» выстояла и уцелела после оккупации Калинина. Более того, из всех кинотеатров Калмыкова Тверской не был перестроен и сохранил свои конструктивистские формы, которые уже в 50-х годах яростно критиковались как устаревшие. «Звезда» в советское время становится культурно-идеологическим центром города. Постоянно обновляются афиши кинопремьер для детей, анонсы встреч с актерами. Проводится большая массовая работа. «Четыре сердца» – рекламная, пропагандистская, работа с детьми, молодежью, связь с предприятием. Был состав, совет кинотеатра, и они, вот то, что называется сейчас маркетингом, на самом деле опрашивали людей, что бы вы хотели изменить, какие фильмы вам больше нравятся, какие вы лучше просмотрели. В газетах обязательно все это отражалось. Одно время в «Звезде» был открыт зимний сад, где зрители могли отдохнуть. Также работала и смотровая площадка в башне-ротонде. А перед сеансами в фойе нередко выступал оркестр. В советское время оборудованы два кинозала, сегодня целых шесть. И несмотря на аншлаги многих кинопоказов, условия тогда вряд ли можно было назвать комфортными. В двух залах, которые назывались «синий-зеленый», было установлено по 460 мест. Кресло это назвать с натяжкой можно, потому что это деревянные табуретки с откидными сидушками. Пространство между колоннами – это были двери, которые зашторивались, но и тем самым осуществлялся этот кинопоказ. Колоссальная разница и в качестве кинопоказа. Сегодня в «Звезде» стоят современные цифровые проекторы. В советские годы процесс выполнялся практически вручную, поэтому во время сеанса мог случиться и казус – порваться пленка, остановиться механизм. У каждого киномеханика на такой момент были свои секреты. На экране пустота, зрители ничего не видят и, как раньше, кричали «сапожник». То есть, чтобы этого не было, такого позора, всякие, может быть, ухищрения такие свои внутренние были. Оперативно переходили, например, с поста на пост. Может быть, какие-то кадры не попадали на экран, но, скорее всего, зритель просто не заметил того, что происходило в киноаппаратной. Либо остановка была сеанса на какое-то время. И от профессионализма киномеханика, который быстро может зарядить переключители, там какие-то действия, тоже зависело, в общем-то, качество кинотеанса. И, конечно, интерес к кинопремьерам подогревается творческими встречами. Начиная с 1969 года в «Звезду» приезжают немало знаменитых артистов. Юрий Никулин, Евгений Мургунов, Василий Лановой, Савелий Краморов и другие. Их пожелания и автографы до сих пор хранятся в гостевой книге кинотеатра. А в конце 80-х «Звезда» становится главной площадкой кинофестиваля «Созвездие». Люди встречали знакомые лица, которые сейчас мы смотрим, это ставшие легенды, да? Они же все прошли через наш город. Конкурсная фестивальная программа, она же была здесь, профессиональной жюри находилась в кинотеатре «Звезда». И здесь, естественно, проходили самые значимые вот эти все мероприятия. В первой половине 90-х «Звезда» чуть было не утратила статус культурного центра, когда в здании развернулась торговля. Но этот период удалось преодолеть, превратив это место в современный кинотеатр. Для Твери, пожалуй, большая редкость и удача, что памятник архитектуры – одно из немногих зданий страны, построенных в качестве кинотеатра, используется по своему основному назначению уже 80 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова